Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Юлия Иванова. Коротко об основных темах выпуска. Игра света тени. По мнению жителей 115-го квартала, строительство многоэтажки помешает проникновению солнечного света в квартиры. Выйти из очереди после перехода на автоматизированную систему приема коммунальных платежей люберчане сэкономят нервы и время. Голос района, проводное радио Люберецкого региона будет восстановлено. История становления перспективы развития космонавтики. В профессиональном лице имени Юрия Гагарина состоялась научно-практическая конференция. В расцвете сил коллектив Люберецкой детской школы искусств номер 3 отметил юбилей. Очередная встреча с инициативной группой жителей 115-го квартала, выступающих против строительства 17-этажного дома на улице Авиаторов, состоялась в общественной палате Российской Федерации. Люберчане считают, что будущая многоэтажка будет препятствовать проникновению солнечного света в их квартиры. Поэтому приняли решение провести независимую экспертизу по инсоляции за свой счет. Подробности далее. В здании общественной палаты были представлены итоги независимой экспертизы. По словам жителей 115-го квартала, как минимум 4 квартиры недополучат солнечный свет после возведения многоэтажки. Несколько недель назад глава Люберецкого района и глава города Люберца Владимир Ружицкий сообщил о том, что при выявлении нарушений по итогам инсоляции строительство дома на 115-м квартале будет запрещено. В свою очередь застройщики скорректировали планы. Согласно новому проекту многоэтажка получится переменной этажности. Два корпуса по 13 этажей и один в 17. А это, согласно экспертному заключению, со стороны застройщика не нарушит инсоляцию квартир дома напротив. Застройщик, чтобы избежать лишней эмоциональной напряженности, сознательно пошел на снижение этажности. То, что вы сейчас нарисовали нам новую картинку и принесли новую экспертизу инсоляции, это вообще не о том, что это делано. Нашей команде удалось скомпилировать те мнения, которые звучали, а именно одно из требований было снижение этажности. Мы пошли на снижение этажности. Второе требование – это отсутствие инфраструктуры, социальных объектов. Мы еще раз подтверждаем свою готовность построить 115-м квартале, где списали на 120 мест. В итоге участники встречи так и не нашли компромисса. С одной стороны, есть решение главы Люберецкого района и города при выявлении нарушений строительства запретить. Но тогда речь шла о 17-этажном доме. Ситуация с домом в 13 этажей кардинально меняет картину. О чем говорит инсоляция, то, что именно их проект, новый проект в связи с понижением этажности, он инсолируется. А инициативная группа утверждает то, что 17-этажный дом, который изначально был заявлен, в общем-то инсоляция не проходит. Эксперты высказали такое пожелание, что необходимо ознакомиться с этой документацией более подробно. В конце этой недели в здании Люберецкой администрации пройдет очередная, возможно, последняя встреча согласительной комиссии. За это время независимые эксперты изучат проектные документы, представленные компанией-застройщиком, и вынесут свой вердикт – разрешить или запретить строительство многоэтажки. Юлия Иванова, Алексей Адамов, Сергей Гордеев, Люберецкое районное телевидение. Возможно, в будущем люберчане перестанут стоять в очередях, чтобы оплатить коммунальные услуги. Прием платежей будет автоматизирован, что позволит исключить из технологической цепочки ручные операции. Что даст горожанам отказ от бумажных квитанций, расскажет Ирина Миргородская. На презентации новой системы в городской администрации технический директор компании «Касса-24», разработавший инновацию, Азар Тахири, рассказал, что при переходе на нее выигрывают, прежде всего, представители коммунальных структур. Им будет проще контролировать поступающие платежи. Ту информацию, которую вы на сегодняшний день печатаете на квитанции, мы предлагаем в электронном формате передать в определенный сервер, который обеспечит рассылку этой информации на терминалы. После перехода на автоматизированную систему, сами платильщики сэкономят время и нервы, поскольку им не придется стоять в очередях. Он, сделав оплату, практически может выбрать из поставщиков услуг, которые есть, то ли платить ему за ЖКХ, то ли ему платить за электричество, то ли это будет телефон. Он может выбрать, за что платить. При этом ему не нужно набирать ни свой код, ни свой пароль, ничего больше. На самом деле, единственным идентификатором будет являться карточка, которую мы раздадим. Поскольку квитанции не нужно будет печатать и доставлять, управляющие компании сэкономят немалые средства. Платильщики в своей училице могут получить информацию о состоянии лицевого счета в специальных терминалах, которые планируют состановить в офисах управляющих компаний и подъездах жилых домов. Основное отличие от банковских терминалов в том, что карту достаточно будет поднести к считывающему устройству, которое ее сразу же распознает. Она будет называться коммунальной картой, значит, жителя. И эта карточка будет однозначно идентифицировать его с точки зрения платежей по всем поставщикам услуг. Подобный вид оплаты услуг уже практикуется в городе Клин. Его стоимость составляет до 2% от общей суммы. Ирина Миргородская, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Дальнейшую судьбу проводного радио Люберецкого региона обсудили на совещании в городской администрации. После массового повреждения линии проводов из-за декабрьского ледяного дождя компания «Ростелеком» посчитала восстановление вещания экономически невыгодным. Люберчане получали письма-уведомления от акционерного общества, в которых сообщалось о расторжении договоров односторонней порядки и прекращении вещания в связи с техническими проблемами. Известен печальный факт, что из 12 тысяч радиоточек около 9,5 тысяч были повреждены, то есть почти 80%. Глава Люберецкого района города Люберца Владимир Ужицкий заявил, что будет отстаивать сохранение проводного радио на уровне правительства Московской области. По его мнению, при возникновении чрезвычайных ситуаций именно этот вид связи является единственным надежным источником передачи информации населению. Что касается радиовещания, это и федеральные частоты, и на уровне области, и УКВ, и всего много. Но мы должны до жителей доносить информацию, что касается Люберецкого района. И жители, конечно, привыкли к проводному радио. После продолжительных переговоров между администрацией Люберецкого района и компанией «Ростелеком» была достигнута договоренность о начале капитального ремонта линии проводного радио. Основные работы возложены на городской жилищный трест, который обеспечит монтаж радиостойк на крышах домов. Также в помощь Люберецкому району уже направлены опытные связисты Серпуховой и Балашихи. Все работы планируется закончить до 1 июля. Стоит отметить, что этой осенью коллектив радио Люберецкого региона отметит значимые события. 80 лет со дня выхода в эфир. Благодаря герою нашего следующего сюжета в квартирах люберчан всегда тепло. 15 лет Николай Аляпин работает слесарем в Люберецкой теплосети. О трудовых буднях одного из старейших сотрудников этого предприятия в нашем следующем сюжете. Грохот и Гоу стали привычным рабочим фоном для Николая Аляпина. С этого уже 15 лет начинается его трудовой день. Первые полгода ходил полусонный. В ушах постоянно стоял шум, вспоминает Николай Александрович. А потом освоился и теперь не представляет жизни без родной котельной. Что нравится мне? Ну, работать с оборудованием, которое, ну, вообще-то говоря, не очень сложное. И, ну, которое имеет, так сказать, для котельной, для, вообще-то говоря, большую ценность. То есть это специалистов по кипу автоматики, по Люберцам человек 20 всего. Вы знаете об этом? Нет. Поэтому довольно редкая специальность, и которая, ну, ценится вроде бы. Николай Александрович следит за исправностью приборов, безопасностью автоматики котельной. Например, с помощью вот этого агрегата с трудновыговариваемым названием. Тега на паромер он проверяет подвижные жидкости. Мы достали приборы на ноль и смотрю, что, значит, разрежение, давление воздухоподобаемое, давление газа находится в тех пределах, которые определяются оператором. В Люберецкую теплосеть Александр Николаевич пришел из конструкторского бюро, где 20 лет успешно работал наладчиком. Но рухнул Советский Союз, а вместе с ним исчезли и объекты для работы. Вот и пришлось ему переквалифицироваться в слесаре. Но об этом он не жалеет. Несмотря на пенсионный возраст, недавно ему исполнилось 64, Николай Александрович даже не думает уходить на заслуженный отдых. Я вот подумал о том, что если я буду дома сидеть, ну, на производстве, как-то с людьми работаешь, человек для того рожден, чтобы, ну, приносить людям пользу. Ирина Миргородская, Олег Лобанов, Люберецкое, районное телевидение. Ну, а мы вернемся в студию после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Диск «Связь» Диск «Связь» Уважаемые телезрители! Если вы и ваши близкие стали героями сюжета или программы, приобрести диск с видеоматериалом вы можете в редакции Люберецкого районного телевидения. Подробности по телефонам 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Диск «Связь» Этот лес рос 250 лет. За два часа он выгорел полностью. Не оставляйте без присмотра костры. Не бросайте незатушенные окурки. Не жгите мусор и траву. Мы должны защитить лес от беды. При пожаре звоните в единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112. Чтобы вырастить дерево, нужны годы. Сжечь его можно за считанные веноки. Сбережем леса. В эфире новости и мы продолжаем. «Гагарин в судьбе страны, в моей судьбе» научно-практическая конференция по таким названиям состоялась в Люберецком профессиональном лицее номер 10, который носит имя первого космонавта планеты. В ходе мероприятия были подведены итоги конкурса, в котором приняли участие школьники и студенты Московской области. В течение года сотрудники областного центра развития творчества детей и юношества определяли победителей в четырех номинациях. Участникам конкурса нужно было составить письмо Юрию Гагарину на иностранном языке, написать сочинение и реферат на тему освоения космоса. «Дорогие друзья, я думаю, что впечатления, которые вы сегодня здесь получите, станут толчком или итогом вашего творчества, вдохновят вас на новые творческие достижения, на новые работы и на новые творческие проекты». Маша Соколова приехала в Люберце из города Юбилейный, где жил и работал конструктор космической и ракетной техники Михаил Тихонравов, который принимал активное участие в работах по запуску первого пилотируемого космического корабля. По мнению Маши, современная молодежь мало знакома с историей становления отечественной космонавтики. «На мой взгляд, это абсолютно неправильно, потому что наша страна является первопроходцем в этой области. И, конечно, современные школьники должны больше узнать о космонавтах». Среди почетных гостей Гагаринского лицея дублер первой женщины-космонавта Люберчанка Валентина Пономарева. «Вот эти мероприятия, они чрезвычайно важны, особенно вот в это время, когда у нас тут все зашаталось и начали историю переписывать. Не случайно сейчас часто говорят руководители наши о недопустимости переписывания истории». Историю становления и перспективы развития российской космонавтики с участниками конференции обсудил и генерал-майор вооруженных сил СССР, заслуженный испытатель космической техники Вячеслав Довгань. В завершении мероприятия он ответил на вопросы школьников и студентов. «Какие полезные открытия делал на ход на Луне?» «Прежде всего было впервые определено экспресс-анализ лунного грунта, там прибор такой, Рима. Затем были определены временные вспышки на Солнце». Грамотами и дипломами были отмечены работы 56 юных исследователей. Их поздравили лучшие творческие коллективы Люберецкого района. Юлия Шпиль, Ирина Моргородская, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. В гимназии номер 44 состоялось торжественное награждение победителей конкурсов, проходивших в прошлом и нынешнем учебных годах. Более тысячи школьников приняли участие в 23 интеллектуальных соревнованиях, которые проводил Центр развития образования. По итогам олимпиад, конкурсов и конференций 70 учащихся получили награды. «У нас конкурсы сочинений и о маме «Моя семья», и о Гагарине было к юбилею Гагарина. И были конкурсы «Чернопли глазами детей». То есть у нас очень много номинаций было в течение года». Роман Файншмидт своего рода рекордсмен. Он стал лучшим в четырех номинациях. Особо жюри отметил его научную работу по психологии. «Моя работа была по теме наркомания. Название ее было «Игла мира». И она озвучивала основные проблемы наркомании и наркоманов в Люберецком районе, а также связь с этим в Московской области и в целом по Российской Федерации». Еще пять школьников стали призерами областных интеллектуальных соревнований. Коллектив Люберецкой детской школы искусств номер 3 отметил юбилей. На протяжении 35 лет педагоги этого учреждения передают своим воспитанникам любовь к музыке и культурным традициям, учит их прекрасному и возвышенному. По случаю дня рождения в Центральном дворце культуры состоялся праздничный концерт. Тему продолжит Лилия Хайрулина. 35 лет – это большой срок. За эти годы педагоги дали путевку в жизнь тысячам выпускников, которые избрали своей путеводной звездой искусства. И хотя многое изменилось с тех пор, неизменным остается одно – преданность учителей своему делу и талантливость их воспитанников, которые с года в год доказывают на конкурсах, что они достойны самых высоких наград. Для нас это счастливый день. И я думаю, это начало творческого пути. Потому что у нас талантливых детей в Люберцах, в Люберцском районе очень много. И они с каждым годом прибавляются. Поэтому я счастлив, что сегодня мы в этом зале, в Люберцском районе, в Творце культуры проводим наш концерт. На сцене и за кулисами ребята волновались в ожидании своего выхода на сцену. А вот маленькая звездочка Альбина чувствует себя уверенно. Потому что вокалом занимается уже второй год, а в будущем она мечтает стать эстрадной певицей. Для вокала всегда нужно фортепиано. В школе есть оркестр народных инструментов, которым руководит Владимир Перекрёстов. Аккордеон, скрипка, фортепиано, сольные исполнения подготовили для юбилея его ученики. О неповторимости этого учреждения дополнительного образования можно говорить долго, поскольку здесь много делают для духовного и всестороннего развития детей. Я думаю, что дети должны очень часто участвовать в таких мероприятиях, потому что их очень прям привлекает вот это всё. Будут они очень хорошо развиваться, естественно, музыкально, интеллектуально. Мне кажется, они учат артистизму. Это удовольствие небольшое доставляет. Грамоты, подарки и слова благодарности в адрес педагогов и учеников в этот день звучали неоднократно. Поздравить их с юбилеем пришли не только коллеги из других школ района, но и представители местной власти. В их числе заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы Сергей Черкашин и председатель комитета по культуре Александр Щукин, которые были восхищены тем, что происходило на сцене. Решите мне от себя вечно, от главы Люберецкого района, поздравить вас с этой знаменательной датой. Это действительно прекрасная дата. Школа – это учреждение, которое по своей сути никогда не стареет и постоянно идёт в ногу со временем, потому что учителя совершенствуют методику преподавания, чтут традиции, которые заложены их предшественниками, а самое главное – дарит доброту и любовь к детям. Из этих качеств и вырастает красота. Лилия Хайрулина, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. На этом у меня всё. Через минуту на нашем канале детская развлекательная телепередача «Весёлые пташки». Далее встречайте рубрику «Земляки», в которой мы и познакомим вас с председателем общественной организации жителей блокадного Ленинграда Юлией Вьюнковой. Затем смотрите программу «Открытый диалог». Гостудия заместитель начальника территориального отдела номер 15 Госадом технодзора Московской области Сергей Лобанов. Напомню, что свои новости и жизни Люберецкого района вы можете сообщать нам по телефонам редакции 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. А также оставляйте их на нашем сайте www.lrt.tv, где вы также можете посмотреть выпуски всех наших программ. В студии была Юлия Иванова. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова